Добрый день! Мы сегодня с вами поговорим о сезонном заболевании таком как грипп и профилактика гриппа 2018-19 год по сезону. В этом году прогнозирует циркуляция трех вирусов гриппа Мичигама, Сингапур и Колорадо. Значит, у нас есть две вакцины, которые предполагают, предоставляют нам наше государство. Это Джесси Флю Корея, который содержит этих три типа вирусов гриппа, и Вакси Грипп Тетра Франция. Как мы знаем, лучший метод лечения это профилактика. Существует два вида профилактики. И специфическая, и не специфическая. Специфическая профилактика это вакцинация. Когда следует вакцинироваться? Соответственно, предполагают пик заболевания это декабрь, январь, февраль. Для того, чтобы успели выработать антелла на вакцинацию, на вакцину, рекомендуют прививаться за 2-3 недели как минимум. В Деснянском районе в Центральном КДЦ прививают медработников вакцинацией Джесси Флю. Также есть в Деснянском районе вакцинация населения взрослого. Это КДЦ филия номер 3 на Матуюка. И в ЦПМСД Деснянского района на Маяковского 32Б. Значит, пациент может пойти приобрести вакцину в аптеке и вакцинироваться. Стоимость какая вакцинация? До 300 гривен. Если взять стоимость вакцины, может быть, некоторые подумают, дорого, недорого, смотря какой контингент населения, то это будет дешевле, чем лечиться от ОРВИ и гриппа, которые стоимость в среднем от 400 гривен и, соответственно, там тысяча, полтора, две, соответственно, от того, какие будут симптомы или осложнения. По осложнениям и по группам риска, которым рекомендуется прививать. Это дети до 5 лет, беременные женщины, люди старше 65 лет, у кого есть хронические заболевания, в первую очередь, как сахарный диабет, ожирение, ну и медработники, которые имеют непосредственный контакт, особенно в сезон заболевания, больше у них шансов инфицироваться и болеть. За прошлый год было зафиксировано в Украине 7 летальных случаев от гриппа, при том у людей, которых не вакцинировались. И вакцинация 100% не дает от того, что вы не заболеете. Есть предполагаемые вирусы, соответственно, на эти вирусы разрабатывается вакцина. Делится категория, две категории людей, которые за и против, которые боятся побочных эффектов и тому подобное. Но если вы вакцинировались и вы будете через некоторое время инфицированы вирусом гриппа, вы будете переносить заболевания более в легкой форме, и у вас не будет таких тяжелых осложнений, как возможно у тех людей, которые не вакцинировались, потому что люди умирают от осложнений. От последствий болезни. Когда мы самостоятельно дома лечимся, и потом у нас идут осложнения, это 7, 8, 9, там вторая неделя заболевания. И это осложнение уже, когда идут необратимые процессы, человек, конечно, уже летальный исход. С каждым годом, если брать по статистике, такого пика нарастания по вакцинации людей мы не видим. То есть определенное количество каждый год? Каждый год, из года в год, да, есть. Если информация будет работать, более страшные картинки, когда показывали 2009 год, свиной грипп так называемый, тогда, может быть, 10-11 год, люди более как-то осознанно проявляли к этому интерес, вакцинировались, обращались за медицинской помощью. Соответственно, сейчас, с каждым годом это все идет. Нет тут такого массового увеличения процента вакцинации именно до эпид-порога по гриппу. Скажите, пожалуйста, вакцины только импортного производства или есть отечественного производства? Нет, только Корея и Франция. Вот на данный момент две вакцины, которые включают предполагаемые штаммы вирусов, которые у нас будут сезон 2018-2019 год, только Корея и Франция. Неспецифическая профилактика, которой может себя человек невакцинированный предупредить от заражения, инфицирования вирусом гриппа, это в первую очередь, почему мы часто болеем зима-осень. Потому что мы больше всего сидим в помещении в закрытом типе, где нет циркуляции воздуха. Мы пробежали из работы в транспорт, сели в метро, и мы обратно в помещение. Люди некоторые боятся зимой проветривать помещение, потому что будет холодно, сквозняк. Наоборот, чем чаще мы будем проветривать помещение, тем меньше процент у нас инфицирования и заражения вирусом гриппа. Чаще надо делать влажную уборку. У нас только вот когда, две недели назад, включили отопление, воздух у нас какой? Сухой, не проветриваем, это и способствует размножению вируса. Вирус себя прекрасно при этом будет сидеть и размножаться. Значит, в первую очередь рекомендую проветривать помещение, чтобы был доступ свежего воздуха. Влажная уборка. Если после в транспорте не успели дойти к дому, помыть руки, значит, желательно руками не трогать лицо, не чесать кожу, вот именно лицо, потому что путь инфицирования это воздушно-капельный. При контактном заражении, значит, частички вируса могут сидеть на руках, то есть, соответственно, это мы быстрее будем провоцировать инфицирование. Если мы будем мыть руки после транспорта, что впоследствии будет обеззараживание идти и уменьшать риск инфицирования. Хороший сон, 8 часов не меньше, это тоже способствует нашему иммунитету, который будет не снижаться. Хорошее питание, которое должно быть на протяжении всего года, а не за день, за два, мы захотим иммунитет поднять себе, чтобы не заболеть гриппом. Это сбалансированное питание, белки, мясо, витамины, то есть сбалансированное питание, это должно быть на протяжении всего года. Занятия спортом, то есть, это непосредственно касается вируса гриппа, а здорового образа жизни. Алкоголь, курение, то есть, что ведет, способствует снижению иммунитета. Чем больше человек будет уделять внимание своему образу жизни, тем меньше процент у него будет заболеть. Вакцинируйтесь и будьте здоровы!